Ехали, увидели темное пятно, приближаясь ближе, увидели, что идет, как говорится, медведь. Объезжая его, как говорится, там проехали где-то метров 200, может быть, больше-меньше. Там небольшой кармашек был, остановились там. Все, вылезли с машины, также ребята, эти косачи, вылезли из будки, с вахтовки, начали фотографировать. Сзади медведя подъехал смотка, тоже плывал, оттуда эти ребята вылезли, как говорится. Медведь сел на дорогу, когда он начал подниматься на четыре лапы, все разбежались, испугались. Плывал смотки, начал двигаться в сторону медведя. Родитель находился в машине, как говорится, поехал в сторону медведя. Медведь ушел с дороги в сугроб. Тот поехал за ним, чтобы там напугать, не напугать его, чтобы люди находились на дороге. Я не видел, проехал он его, наехал на него или что. Я спустился с дороги по колее Урала, с телефоном хотел сфотографировать. Поднялся медведь из колеи. Я, конечно, тоже испугался назад бежать, стоял, не двигался. Пока Урала разворачивался, другой Урала двигался в мою сторону с дороги, в Вахтовка. Урала смотки, подъехал ближе, как говорится, тем самым отпугнув медведя, я успел заскочить в кабину. Подъезжал, вырывал в Вахтовка, кто там снимал, не снимал, как говорится, я не видел, так как находился в другой машине. Когда, как говорится, уже две машины капотами не соприкоснулись, ближе стали. То есть медведь оказался между колесами, двух правых. Да, я, как говорится, вылез, поглядел с кабины, нету нигде в округе это все. Залез на колело, как говорится, на капот. Оказалось, что медведь оказался между колесами передних. Ребята вылезли с Вахтовки, начали с телефонами фотографировать. Медведь начал подниматься оттуда, между колес, пытаться вылезти. Я попросил, чтобы, как говорится, дайте что-нибудь, ну там, что-нибудь, дайте, все. Они мне дали лом, я ударил его, попросил ребят, чтобы они залезли назад в будку, потому что если медведь поднимется, будет бесполезно что-то делать. Все, после того медведь немножко успокоился, я сел назад в кабину, мы разъехались. Медведь вышел, как говорится, ну освободили его, он ушел, ушел. Ну метров пятьдесят, может сто прошел, сел, сидел, сидел. И потом мордой, как говорится, в снег воткнулся. Продолжение следует...